И всем привет, с вами Ростиксон. Сегодня новое видео при поддержке Бирча Гейтайо. Я расскажу свои мысли о спотовой торговле и фьючерсах, и какой инструмент лучше выбрать, и кому, и какой выбрал я. Также спрошу у прохожих простые вопросы, за ответы на которые каждый получил призы от команды Гейтайо. А пока поставь лайк, чтобы это видео посмотрело больше людей, а также переходи по ссылке в описании в мой телеграм-канал, где я делюсь своим мнением. Там, например, я говорил о том, что продал почти всю свою крипту, когда биткоин стоил 60 тысяч долларов. И там еще много всяких смешных моментов, и просто я делюсь там практически всеми своими действиями. А для новичков, тех, кто еще не зарегистрировался на бирже Гейтайо, также будет ссылочка на регистрацию, зарегистрировавшись, по которой вы получите максимальную и вечную торговую скидку. Так, с разминкой закончили, а теперь посмотрим, как я задаю вопросы случайным людям на улице. Всем привет, ответишь на пару вопросов? Да, не вопрос. Сколько всего может быть биткоин? Примерно. Ну, примерно, не знаю, там 19-20 миллионов. Да, сейчас 18 миллионов, а всего 21. Какой псевдоним у создателя биткоина? Знаешь? Или из какой он страны? Ну, Япония вроде как. Да, но никто не знает точно, потому что он анонимен. Как вы думаете, на бирже Гейтайо, которая входит в топ-10, дневной объем торгов больше 4 миллиардов или меньше? Больше. Да, правильно. Спасибо за ответы. Да не за что. Такс, а теперь мой опыт торгов на споте и фичах. Я попытаюсь их сравнить и сказать, что и для чего я использую. Сразу скажу, что опыта у меня больше на споте. И как ни странно, на споте я тоже заработал больше. Как в процентах, так и в сумме. И скоро расскажу почему. А может быть мне просто повезло, кто знает. Так вот, чем глобально отличаются спот и фьюча? Ну, первое и самое главное, на споте нельзя шортить. Второе, на споте ты играешь на свои, а на фьючах же часто ты используешь заемные средства. Ну и третье, на фьючах комсаб более сложные. Вроде сказал какую-то простую вещь, но это только отчасти так. И сейчас разберу каждый пункт. Начну со второго пункта. Итак, любой дурак знает, что криптовалюта один из самых рискованных и поэтому один из самых волатильных активов в мире. И даже на споте. Вроде как человек подумал перед покупкой. Посмотрел, скажем, на тот же эфириум и купил его по 4700 баксов. Да, это исторический максимум, но не удивляйтесь, очень много людей покупало по таким ценам. Так как многие новички заходили именно на хаях. А сейчас эфириум 2800 долларов. То есть уже человек потерял 40%. Но на чем он потерял? На главном альткоине в мире. А ведь некоторые монеты упали и больше, на 60%, а то и на 90% от своих максимумов. Но не стоит забывать, что они и росли сильно. Но тут главное не это. А то, что вроде как на динозавров рынка можно потерять большую часть депозита. Есть же такое выражение. Играй на свои. Тут, конечно, не игра, а торговля. Это все понимают. Но все же, на фьючах многие используют плечи. А очень многие используют огромнейшие плечи. А плечи увеличивают ваши риски. То есть, грубо говоря, увеличив плечо до двух, вы берете на себя двойной риск, нежели если бы вы не использовали плечи. Ну это, грубо говоря. А многие неправильно используют плечи. Берут огромные плечи. Представим, вы взяли вроде как даже на вид небольшое плечо. А именно пятое. Оно вроде и рядом с двойкой и тройкой. А тут раз и коррекция на 20%. А на альтах такое сплошь и рядом. Да и биток любит пошалить. А это значит, вы очень легко ловите ликвидацию. Ликвидация это потеря всей суммы, которую вы вошли в сделку. Вы не подумайте, я тут фьючи не особо критикую. Я о них и доброе слово замолвлю, но позже. А также на фьючерсах вы постоянно платите сложную комиссию, которая гораздо сложнее, чем комиссия, которая взимается на споте, когда мы торгуем. Примерно на споте, даже если мы что-то взяли, то можем сказать, а ладно, вот дурак был, купил какую-то монету, она упала. Ну я просто выступлю по той же цене продать, да и все. Храню сколько душе угодно. А во фьючерсах не нужно комиссию платить, там что-то каждые 8 часов. В общем, уже какие-то сложности. В этой части видео буду за спот. А дальше вы видите получительные стороны фьючерсов. Ну так вот, спот это идеальный инструмент, благодаря которому можно отхватить свой кусок пирога от крипты. А на фьючерсах же вы кратно увеличиваете свои риски. Поэтому стоит всегда думать, а особенно думать, когда вы совершаете сделки. Спот же идеальный гамень для новичка, который он хоть и уязвим, но это его дом. А на фьючерсах же неопытный человек за пару кнопок может лишиться всего. Да, какая-то критика фьючерсов получилась, но все же. Теперь про фьючерсы. Да-да-да, о них ходят легенды. Если ты там не был, ты не знаешь, что это. Если ты там был, то ты, как правило, в минусе. Это опять же статистика, а не мое мнение. Так вот, с помощью фьючерсов можно заработать и во время падения. Фьючерсы это инструмент никак не для новичков. А если же вы новичок, хотите там торговать, то смотрите мои прошлые видео про фьючерсы. Начинайте с малых сумм и послушайте на ютубе, как люди теряли чуть ли не все свои деньги на фьючах и какие они совершали ошибки. Чтобы не повторить эти ошибки вновь. На фьючерсах я люблю ловить перегретые монетки и шортить их. Как-то так, все хорошо в мире. Регистрируйтесь по ссылке в описании на бирже GTO и получайте вечную и максимальную скидку на торговые комиссии. Также заходите в мой телеграм-канал, где много всего интересного. Там делюсь своей торговой стратегией. Что купил, что продал, почему, что думаю о рынке. Например, сейчас мне кажется, что много переоцененных вещей на рынке. Спасибо за просмотр, за лайк, комментарий. Всем благодарен за поддержку.